Вере Морецкой присвоили звание Героя Социалистического Труда. Любя актрису и признавая ее заслуги в искусстве, Раневская тем не менее заметила. «Чтобы мне получить это звание, надо сыграть Чапаева». «Меня так хорошо принимали!» — рассказывал Раневский, вернувшийся с гастролей артист Н. «Я выступал на больших открытых площадках, и публика непрестанно мне рукоплескала». «Вам просто повезло», — заметила Фаина Георгиевна. «На следующей неделе выступать было бы намного сложнее». «Почему?» «Синоптики обещают похолодание, и будет намного меньше комаров». Идет обсуждение пьесы. Все сидят. Фаина Георгиевна, рассказывая что-то, встает, чтобы принести книгу. Возвращается. Продолжает говорить стоя. Сидящие слушают. «Проклятый девятнадцатый век! Проклятое воспитание! Не могу стоять, когда мужчины сидят!» Как бы, между прочим, замечает Раневская. «Дорогая! Сегодня спала с незапертой дверью. А если бы кто-то вошел?» — сполошилась приятельница Раневской, дама пенсионного возраста. «Ну, сколько можно обольщаться!» — пресекла Фаина Георгиевна собеседницу. Во время эвакуации Ахматова и Раневская часто гуляли по Ташкенту вместе. «Мы бродили по рынку, по старому городу», — вспоминал Раневская. «За мной бежали дети и хором кричали «Муля, не нервируй меня!» — это очень надоедало. «Мешало мне слушать Анну Андреевну. К тому же я остро ненавидела роль, которая принесла мне популярность. Я об этом сказала Ахматовой. Не огорчайтесь, у каждого из нас есть свой «Муля». Я спросила, что у вас «Муля»?» «Сжала руки под темной вуалью. Это мои «Мули», — сказала Анна Андреевна. В эвакуации в Ташкенте Раневская взялась продать кусок кожи для обуви. Обычно такая операция легко проводится на толкучке, но она направилась в комиссионный магазин, чтобы купля-продажа была легальной. Там кожу почему-то не приняли. А у выхода из магазина ее остановила какая-то женщина и предложила продать ей эту кожу из рук в руки. В самый момент совершения сделки появился милиционер, молодой узбек, который немедленно повел незадачливую спекулянтку в отделение милиции. Повел по мостовой при всеобщем внимании прохожих. «Он идет решительной быстрой походкой», — рассказывала Раневская, — «а я стараюсь поспеть за ним, попасть ему в ногу, и делаю вид для собравшейся публики, что это просто мой хороший знакомый, и я с ним беседую. Но вот беда. Ничего не получается. Он не очень-то меня понимает, да и мне не о чем с ним говорить. И я стала оживленно, весело произносить тексты из прежних моих ролей, жестикулируя и пытаясь сыграть непринужденную приятельскую беседу. А толпа мальчишек, да и взрослых любителей кино, сопровождая нас по тротуару, в упоении кричала. «Мулю повели! Смотрите, нашу мулю ведут в милицию!» «Они радовались! Они смеялись! Я поняла, они меня ненавидят!» И заканчивая со свойственной ей гиперболизацией и трагическим изломом бровей, «Это ужасно! Народ меня ненавидит!» В Комарове, рядом с санаторием, где отдыхает Раневская, проходит железная дорога. «Как отдыхаете, Фаина Георгиевна?» «Как Анна Каренина?» В другой раз, отвечая на вопрос, где отдыхает летом, Раневская объясняла. «В Комарове. Там еще железная дорога. В санатории имени Анны Карениной». Раневская в замешательстве подходит к кассе, покупает билет в кино. «Да ведь вы уже купили у меня билет на этот сеанс пять минут назад», удивляется кассир. «Я знаю», — говорит Фаина Георгиевна. «Но у входа в кинозал какой-то болван взял и разорвал его». Фаина Георгиевна вернулась домой бледная как смерть и рассказала, что ехала от театра на такси. «Я сразу поняла, что он лихач. Как он лавировал между машинами, увиливал от грузовиков, проскакивал прямо перед носом у прохожих?» Но по-настоящему я испугалась уже потом. Когда мы приехали, он достал лупу, чтобы посмотреть на счетчик. Как-то на гастролях Фаина Георгиевна зашла в местный музей и присела в кресло отдохнуть. К ней подошел смотритель и сделал замечание. «Здесь сидеть нельзя. Это кресло графа Суворова-Рымнинского». «Ну и что? Его ведь сейчас нет, а как придет, я встану». Близким друзьям, которые ее посещали, Раневская иногда предлагала посмотреть на картину, которую она нарисовала, и показывала чистый лист. «И что же здесь изображено?» — интересуются зрители. «Разве вы не видите? Это же переход евреев через Красное море». «И где же здесь море?» «Оно уже позади». «А где евреи?» «Они уже перешли через море». «А где же тогда египтяне?» «А вот они-то скоро появятся. Ждите». Когда Раневская получила новую квартиру, друзья перевезли ее немудрящее имущество. Помогли расставить и разложить все по местам и собрались уходить. Вдруг она заголосила. «Боже мой! Где мои похоронные принадлежности? Куда вы положили мои похоронные принадлежности? Не уходите же! Я потом сама их ни за что не найду. Я же старая! Они могут понадобиться в любую минуту!» Все стали искать эти похоронные принадлежности, не совсем понимая, что, собственно, следует искать. И вдруг Раневская с радостью возгласила. «Слава Богу! Нашла!» И торжественно продемонстрировала всем коробочку со своими орденами и медалями. Алексей Щеглов, которого Раневская называла «Эрзац» внуком, женился. Перед визитом к Раневской его жену Татьяну предупредили. «Танечка, только не возражайте Фаине Георгиевне!» Когда молодожены приехали к ней, Раневская долгим взглядом оглядела Таню и сказала «Танечка, вы одеты, как кардинал!» «Да, это так», — подтвердила Таня, помня наставление. Вернувшись домой, Щегловы встретили бледную мать Алексея с убитым лицом. Раневская, пока они были в дороге, уже позвонила ей и сказала «Поздравляю! У тебя невестка-нахалка!» Однажды Раневская потребовала у Тани Щегловой, инженера по профессии, объяснить ей, почему железные корабли не тонут. Таня попыталась напомнить Раневской закон Архимеда. «Что вы, дорогая, у меня была двойка!» — отрешенно сетовала Фаина Георгиевна. «Почему, когда вы садитесь в ванну, вода вытесняется и льется на пол?» — наседала Таня. «Потому что у меня большая жопа!» — грустно отвечала Раневская. Маша Голикова, внучатая племянница Любови Орловой, подрабатывала корреспондентом на радио. После записи интервью она пришла к Фаине Георгиевне и сказала «Все хорошо, но в одном месте нужно переписать слово «феномен». Я проверила, современное звучание должно быть с ударением в середине слова «феномен». Раневская переписала весь кусок, но, дойдя до слова «феномен», заявила в микрофон. «Феномен! Феномен! И еще раз феномен! А кто говорит феномен, пусть идет в жопу!» Актер малого театра Михаил Михайлович Новохижин некоторое время был ректором театрального училища имени Щепкина. Однажды звонит ему Раневская. «Мишенька, милый мой, огромную просьбу к вам имею. К вам поступает мальчик, фамилия Малахов. Обратите внимание, умоляю, очень талантливый, очень-очень. Личная просьба моя, не проглядите, дорогой мой, безумно талантливый мальчик». Рекомендация Раневской дорогого стоила. Новохижин обещал лично проследить. После прослушивания гениального мальчика Новохижин позвонил Раневской. «Фаина Георгиевна, дорогая, видите ли, не знаю даже, как и сказать». И тут же услышал крик Раневской. «Что? Говно мальчишка? Гоните его в шею, Мишенька, гоните немедленно!» «Боже мой, что я могу поделать? Меня просят, никому не могу отказать!» 14 апреля 1976 года. Множество людей столпилось в гримворной Раневской, которую в связи с 80-летием наградили орденом Ленина. «У меня такое чувство, что я голая моюсь в ванной, и пришла экскурсия». Однажды Раневская с артистом Геннадием Бортниковым застряли в лифте. Только минут через 40 их освободили. Своему компаньону Фаина Георгиевна сказала, «Геночка, вы теперь обязаны на мне жениться, иначе вы меня скомпрометируете». Фаина Георгиевна гуляет по Петергофу. Все фонтанирует. Из Самсона бьет струя вверх и так далее. Раневская возмущенно говорит, «Это неправда!» Увидев только что установленный памятник Карлу Марксу напротив Большого театра. «Это же холодильник с бородой!» Раневская как-то рассказывала, что согласно результатам исследования, проведенного среди двух тысяч современных женщин, выяснилось, что 20%, то есть каждое пятое, не носят трусы. «Помилуйте, Фаина Георгиевна, да где же это могли у нас напечатать?» «Нигде. Данные получены мною лично от продавца в обувном магазине». Олег Даль рассказывал. Снимается сцена в натуре, в чистом поле. У Раневской неважно с желудком. Она уединяется в зеленый домик где-то на горизонте. Нет и нет ее, нет и нет. Несколько раз посылают помреже. Не случилось ли что? Раневская откликается, успокаивает, говорит, что жива, и опять ее все нет и нет. Наконец она появляется и величественно говорит. «Господи, кто бы мог подумать, что в человеке столько говна!» Мальчик сказал. «Я сержусь на Пушкина. Няня ему рассказывала сказки, а он их записал и выдал за свои». «Прелесть!» — передавала услышанная Раневская. После глубокого вздоха последовало продолжение. «Но боюсь, что мальчик все же полный идиот». После вечернего чтения Эрзац внук спросил Раневскую. «А как красная шапочка узнала, что на кровати лежит не бабушка, а серый волк?» «Да очень просто. Внучка посчитала ноги. Волк имеет аж четыре ноги, а бабушка только две. Вот видишь, Лешенька, как важно знать арифметику». Как-то, когда Раневская еще жила в одной квартире с вульфами, а маленький Алеша ночью капризничал и не засыпал, Павла Леонтьевна предложила. «Может, я ему что-нибудь спою?» «Ну зачем же так сразу?» — возразила Раневская. «Давай еще попробуем по-хорошему». «Фуфа!» — будет Раневскую Эрзац внук. «Мне кажется, где-то пищит мышь». «Ну и что ты хочешь от меня? Чтобы я пошла ее смазать?» Раневская объясняет внуку, чем отличается сказка от были. «Сказка — это когда женился на лягушке, а она оказалась царевной. А были — это когда наоборот». «Вот женишься, Алешенька, тогда поймешь, что такое счастье». «Да?» «Да, но поздно будет». Эрзац внук спрашивает у Фуфы. «Что это ты все время пьешь что-то из бутылочки, а потом пищишь? Пи-пи-пи». «Лекарство это», — отвечает Раневская. «Читать умеешь? Тогда читай». «Принимай после пищи». Раневская всю жизнь прожила одиноко. Ни семьи, ни детей. Однажды ее спросили, была ли она когда-нибудь влюблена. «А как же», — сказал Раневская. «Вот было мне девятнадцать лет. Поступила я в провинциальную труппу. Сразу же и влюбилась. В первого героя-любовника. Уж такой красавец был. Я-то, вправду сказать, страшна была, как смертный грех. Но очень любила ходить вокруг. Глаза на него таращила. Он, конечно, ноль внимания. А однажды вдруг подходит и говорит шикарным своим баритоном. «Деточка, вы ведь возле театра комнату снимаете?» «Так ждите сегодня вечером. Буду к вам в семь часов». Я побежала к антрепренеру, денег в счет жалования взяла, вина купила, еды всякой, оделась, накрасилась. Жду сижу. В семь нет, в восемь нету, в девятом часу приходит. Пьяный и с бабой. «Деточка», — говорит, — «погуляйте где-нибудь пару часиков, дорогая моя». Сих пор не то чтобы влюбляться. Смотреть на них не могу. Гады и мерзавцы. Раневская выступала на одном из литературно-театральных вечеров. Во время обсуждения девушка лет шестнадцати спросила. «Фаина Георгиевна, что такое любовь?» Раневская подумала и сказала. «Забыла», — «забыла», — «а через секунду добавила». «Но помню, это что-то очень приятное». «У меня будет счастливый день, когда вы станете импотентом», — заявила Раневская настырному ухажеру. Расставляя точки над «и», собеседница спрашивает у Раневской. «То есть вы хотите сказать, Фаина Георгиевна, что «н» и «р» живут как муж и жена?» «Нет, гораздо лучше», — ответила та. У Раневской спросили, не знает ли она причины развода знакомой пары. Фаина Георгиевна ответила. «У них были разные вкусы. Она любила мужчин, а он женщин». Раневская возвращается с гастролей. Разговор в купе. Одна говорит «Вот вернусь домой и во всем признаюсь мужу». Вторая «Ну ты и смелая». Третья «Ну ты и глупая». Раневская «Ну у тебя и память». Отправившись от нечего делать на гастролях днем в зоопарк, артисты увидели необычного оленя, на голове которого вместо двух рогов красовалось целых четыре. Послышались реплики. «Какое странное животное! Что за фокус?» «Я думаю», — пробасила Раневская, «что это просто вдовец, который имел неосторожность снова жениться». Раневская говорила, что когда Бог собирался создать землю, то заранее знал, что в 20 веке в России будет править КПСС. И решил создать советским людям такие три качества, как ум, честность и партийность. Но тут вмешался черт и убедил, что три таких качества сразу жирно будет. Хватит и двух. Так и повелось. Если человек умный и честный, то беспартийный. Если умный и партийный, то нечестный. Если честный и партийный, то дурак. Субтитры создавал DimaTorzok